МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа событий недели. С самыми важными и интересными новостями города вас познакомлю я, Ксения Комогорцева. В этом выпуске вы увидите. Планерное совещание, дорожно-транспортное происшествие, лагерь «Радуга», дорога на даче, специальный репортаж «День молодежи». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планерное совещание при заместителе главы города по социальным вопросам в надежде Иннокентии Нерандиной состоялось в минувший вторник. О школе в поселке Заречный, планах Министерства строительства по переселению граждан и съезде Союза городов Заполярье и Крайнего Севера расскажем в нашем сюжете. 28 июля свой праздник отмечают работники торговли. В нашем городе эта сфера развивается динамично и успешно, а в отрасли задействованы сотни людей. На планированном совещании индивидуальным предпринимателям вручались почетные грамоты от администрации. В нашем городе торговля одна из ведущих отраслей экономики. И в связи с этим празднованием два индивидуальных предпринимателя награждены почетными грамотами. Почетной грамотой администрации муниципального образования в городе Северо-Байкальск награждается Гайденко Ольга Алексеевна, индивидуальный предприниматель магазин «Букваренок». За особый вклад в сферу развития торговли, добросовестный труд, развитие новых форм торговли, а также в связи с празднованием профессионального праздника. И хочется отметить, что у нас в городе растут очень большие и крупные магазины, которые выгодны для наших жителей, по низким ценам продаются важные жизненные товары. И одним из таких магазинов является магазин «Кари». И почетной грамотой награждается Скакунов Валерий Николаевич. Недивидуальный предприниматель. Поздравляем. Спасибо большое. Мы рады, что ваш бизнес развивается, что вы растете. Ну и надеемся на ваше дальнейшее процветание. Всего доброго. Говорили на планенном совещании и о новой Зареченской школе, которая уже 1 сентября должна распахнуть свои двери для сотен школьников. В конце концов, добились мы того, что составили график между подрядчиком, УКСом и Минстроем. Окончаем сроки ввода в школу в эксплуатацию. Это 10 августа 2018 года. Но судя по тому, как люди там работают, может дожди мешают. Это сроки под вопросом, под большим. То есть мы не успеем. Максимум дней 10 еще надо брать сверху. Числа к 18, я думаю, закончены все работы. Вопросы какие появились? Появились очень много провалов грунта по школе, потому что дожди идут. Значит, по документации, я думаю, что в пятницу мы получим документы с Росреестра по постановке школы на учет. И дальше уже будем работать с этими документами на полную силу. Заключение госстроенадзора по поводу ввода в школу в эксплуатацию есть. Заключение пожарников есть. Заключение санэпидемстанции, которая сидит в ЛНД в госстроенадзоре, тоже есть. То есть на сегодняшний день мы занимаемся чисто документацией. Значит, в конце концов пробились мы к руководству промо-грозонстроек, подрядчику. Я думаю, что школы всяко разно мы успеем 1 сентября. Комитетом по управлению городским хозяйством продолжается работа по формированию реестров аварийных домов, которые планируется включить в программу переселения с 1 января 2019 года. На сегодняшний день пока не ясно механизм реализации этой программы, формирования этой программы. Вчера, 30 июля, в Москве, в Минстрое России состоялось рабочее совещание с участием субъектов Российской Федерации, где обсуждался вопрос по формированию этой программы, концепции и механизма ее реализации. Как только будет информация принята на уровне России, мы эту информацию доведем. Но скажу сразу, что не так-то легко будет включить дом в программу расселения. Должно быть согласие, прежде всего, всех жителей данного дома на участие в данной программе. Должно быть заключение, экспертное заключение независимой организации о том, что не только дом аварийный, а именно будет обращать внимание на аварийность несущих ограждающих конструкций. Это основное, на что мы, когда в беседе разговаривали с Минстроем, нам эту информацию доводили. Но будем ждать результатов данного совещания. С 1 августа в нашем городе стартовали развлекательные программы для детей в рамках проекта «Выходи гулять». Отзывов куча, конечно, фотографии, люди фотографируются благодаря. Конечно, такая форма мероприятия очень понравилась. То есть у нас 27 дворов, объединены по 2-3-4 дома. То есть каждый ребенок, участвуя в соревнованиях, получает сладкий приз. То есть люди довольны, и дети довольны. 9 и 10 августа в нашем городе состоится съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Конечно, как любая хозяйка, хозяин, когда принимают гостей, наводят порядок у себя в доме. Поэтому вот обращаюсь, чтобы все организации убрали около своих зданий территорию, убрали траву, убрали весь мусор, чтобы наш город был чистым, красивым, и чтобы гости остались довольны нашим приемом. 28 июля трагедия закончилась. Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Эта трагедия произошла около 4 часов утра субботы. Молодой человек, сидевший за рулем иномарки, не справился с управлением, в результате чего машина, в которой находились еще три пассажира, врезалась в отбойник, а после перевернулась. Одна из женщин скончалась на месте, еще одной девушке была оказана медицинская помощь. Сам водитель в аварии не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 264, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушения правил дорожного движения, повлекшие смерть человека с лицом состояния алкогольного опьянения. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Также хочу обратиться с информацией к водителям города Севербайкальска о том, что на постоянной основе проводятся сотрудниками ГИБДД рядовые мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности водителей в состоянии алкогольного опьянения. И напоминаю, что за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения статьей 264, примечание 1 Уголовного кодекса предусмотрено. Уголовная ответственность и санкция данной статьи предусматривает также лишение свободы на срок до 2 лет. Напомню, что каждое пятое дорожно-транспортное происшествие в городе происходит по вине пьяных водителей. За 7 месяцев этого года 190 жителей Севербайкальска были привлечены к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Каждый горожанин знает, как хорошо иметь собственную дачу с огородом и баней. Многие живут в загородных домиках весь летний сезон. Среди множества кооперативов есть и те, куда добираться долго и непросто. Об одной из вечных российских проблем дачников района Душкачана расскажет Лариса Зеленовская. Более 350 собственников земельных участков, а также члены их семей, пользуются этой дорогой и автобусным маршрутом. Главным образом это пожилые люди, пенсионеры, для которых эти 6 соток земли – это хорошее подспорье для бюджета. Ягодные кусты, картошка, огурцы, помидоры, кабачки и другие разнообразные овощи приносят свои плоды для разнообразных закруток, вареньей, джемов, соков и зимних салатов. Приобрести за городом маленький земельный надел – мечта любого горожанина. Тихий, уютный уголок можно приспособить и просто для отдыха всей семьи, любоваться природой и мечтать о будущем. Владельцы таких участков обычно объединяются в товарищества, и все свои проблемы и организационные вопросы решаются обща. В этом СНТ, как и в других таких сообществах, тоже имеются свои проблемы. Одна из них – это разбитая дорога на подъезде к земельным участкам. Асфальтированная дорога находится не так далеко, но для пожилого человека расстояние в полтора-два километра может оказаться непосильным, если проходить его пешком. Я старший по улице, и у меня на улице большинство бабушки, которые не имеют ни мужей, ни машин, они пользуются вот этими автобусами. А автобусами пользуются и привозят сюда продукты, и вывозят сюда овощи, все на этих автобусах. И если эти автобусы начнут высаживать людей там на трассе, то им это будет не то, что неудобно, им будет проще бросить эту дачу. Водители маршруток, сворачиваясь с асфальтированной трассы, везут своих дачников по ухабам и колдобинам прямо до их заветных участков, проезжая через СНТ «Байкал» и «Железнодорожник». Дорога не грядирована уже более двух лет. Как рассказывают сами дачники, при председателе тех годов дорога была исправна. Проблем с перевозками пассажиров не возникало. Теперь же как руководители маршрутных такси, так и водители просто отказываются ездить по такой дороге. Жалко технику и время для ее ремонта. Решение этого вопроса, это самое главное-то дорога. Я вот вчера два дня вот этих отработал, как водитель говорю, но это невозможно. Водители-то отказываются работать. Конечно, такая дорога. Мы просто на такой дороге сейчас убьем автобусы, вот эти два штуки, которые ездят. И автобусы, и свои машины, и они доработают до конца сезона, они доработают. Со следующего сезона, а потом вообще не на чем будет ездить. И кто будет сюда ездить, и как это будет. Сами дачники согласны сообща приводить в порядок дорогу, которая находится внутри территории СНТ. Дачники-то согласны, но для принятия такого решения нужен председатель. Больным и неразрешимым становится этот вопрос для хозяев участка. А мы же деньги не собираем. Не можем собрать деньги-то. А наши... А нас нужно заплатить налоги. Годовые... Налоги миссионные, конечно. Люди идут, а мы не можем ничего, потому что денег нет. Вот так и продолжаются стихийные собрания под окнами Дома правления. Летят от обоих сторон в различные органы жалобы и заявления. Ведутся разговоры о митингах протеста, а дорога так и находится в унынии, в Рытвинах и Ямах. Продолжающиеся тяжбы между двумя председателем СНТ Байкал тормозят организационные вопросы товарищества. Копятся долги за электроэнергию, налоги на землю и прочее. А больше-то всего в этой ситуации страдают обычные дачники, которые просто хотят заниматься выращиванием своих овощей. А ведь без этого маршрута остается только забросить свои любимые участки, потому что некоторым и ходить-то тяжело, а не то, что таскать туда сумки с необходимым, а обратно с выращенным урожаем. На данный момент волнует нас, как бы сказать, именно дорога. Потому как по такой дороге, которая сейчас там есть, общественный транспорт ходить не может. Но если он передан на баланс района, то я так считаю, что это должен следить за этой дорогой. Например, если они жалуются на то, что им не разрешается вырубать дорогу, то нужно чистить. Дорогу нужно чистить ее, кустарник вырубать. И если им не разрешается, и за это дается штраф, то где-то значит надо брать разрешение на это. Разрешение. И вести работу. Если им не дают это СНТ делать, значит район сам должен брать эти разрешения и чистить дорогу, и гридировать ее, и отсыпать. Но она сейчас, на данный момент, как они говорят, мы и так все знаем, что деньги, не выделены деньги на это. Если она даже и на балансе, то денег не будет. А там уже, я думаю, с СНТ само разберется. Там у них внутренние эти все вопросы, передая. И я думаю, что там они сами с этим всем разберутся. Нам нужно, вот именно я считаю, нам нужно вот этих, там сколько, километров 700. И с той стороны, я думаю, не более 300 метров. Вот их за ними надо следить. Наступил третий месяц лета, и детский оздоровительный отдых еще в самом разгаре. В лагере «Радуга» завершился второй сезон. Летние каникулы – самые длинные и долгожданные денечки для каждого школьника. Поэтому взрослые стараются, чтобы это время стало самым незабываемым для каждого ребенка. За 21 день пребывания в детском лагере «Радуга» ребятишки стали большой дружной семьей. Поэтому закрытие лагерной смены становится немножко грустным мероприятием. В этом лагере я уже не первый раз. Мне очень нравится здесь все. Здесь хорошие воспитатели, отличные вожатые, столовые очень вкусно кормят, классные дискотеки. У нас здесь замечательное настроение у всех. Правда, дождик немножко лил, но это ничего страшного. Я очень люблю этот лагерь. Приезжаю уже сюда шестое лето. Мне здесь очень нравится. Ну и в общем-то все. Веселая, насыщенная программа отдыха не давала никому скучать. Появилось много новых друзей, а впереди еще много-много дней солнечного лета. Дорогие ребята, впереди еще половина лета. Я вам всем желаю, чтобы эту половину лета вы также провели с пользой дела. Чтобы погода была прекрасная. Чтобы с вами рядом были такие замечательные друзья и люди, которые окружали вас в «Радуге». И я думаю, что 1 сентября с вашими одноклассниками вам будет что вспомнить. Вам в нашем лагере понравилось? Да! Вы сюда еще вернетесь? Да! Капитаны отрядов на торжественной линейке, посвященной закрытию первого сезона, сдали рапорта, спустили флаг. Завершением мероприятия стал заключительный концерт, номера которого дети готовили всю смену. Здесь были песни, танцы, стихотворения. Мальчишки и девчонки показали все свои таланты. Стою себе мечту и буду помнить ту звезду, которая стремясь вперед, по рогу детства нас ведет. Предлагаем мебель всем на Полиграфистов 7. Шкафы-купе, встроенная и корпусная мебель по индивидуальным заказам от компании «Союзмебель». Интересные дизайнерские решения, высокое качество, бесплатный замер. Заявки принимаются в магазине и по телефону. 8 924 657 1658. А также предлагаем мягкую мебель, кухни, спальные гарнитуры, детские комнаты, мебель для ванных комнат и офисов, различные столы, стулья, матрасы и многое другое в большом ассортименте. Сделайте свой дом уютней. Создайте ваш неповторимый стиль с компанией «Союзмебель». Телевидение от компании «Айронет» – это выбор тех, кому не нужны компромиссы. Более 9000 абонентов в регионе уже оценили наше качество. Мы предлагаем ряд тарифов, где вы платите только за интернет, а доступ к телевидению получаете совершенно бесплатно. Услуга «Просто ТВ» позволяет смотреть телевизионные каналы, не подключаясь к интернету. Абонентская плата от 200 рублей. Более 200 телеканалов на любой вкус. 3D и HD-каналы. Большое количество дополнительных пакетов. Возможность поставить любимую передачу на паузу. Просмотр архива. Отличное качество изображения и низкие цены – наши основные преимущества. Также для вас актуальные интервью и новости города. Встречи с интересными людьми и другие специальные телепроекты от «Айронет.Инфо». Наш адрес – город Севербайкальск, улица Полиграфистов, 2Б. Телефон 2-46-96. В редакцию нашей съемочной группы обратились неравнодушные жители Севербайкальска, работники почты. Их подруга, коллега и человек большой души уже много лет ютится в маленьком балке. Об истории, которая не оставит равнодушным никого, расскажет Лариса Зеленовская. Дом, в котором проживает инвалид первой группы, был построен еще лет 40 назад, во времена стройки БАМа. Когда-то здесь кипела жизнь. Вокруг было много еще таких же временных домов для проживания. Их называют балками. Строение все снесли, а этот по адресу первопроходцев 10Г так и остался стоять на этом месте. Только теперь вокруг него настроены не дома. Из окон жилища видны только гаражные двери и слышен звук машин, которые то и дело заезжают или выезжают со своих гаражей. Балки были полно. Тут вот этот, построили этот, баримки, балки убрали. А я как бы не отхожу, мне не попало под это. Внутри помещения низкие потолки. Или они были такими изначально, или просели со временем. Узенькие проемы дверей, две клетушки комнаты и небольшая кухонка с печкой, которая и должна поддерживать температуру в доме во время зимних холодов. Водопровода здесь тоже нет. Воду привозят водовоской, которая заливает водичку в имеющуюся емкость, а уж потом ее переносит в дом. Раньше, еще до болезни, Людмила сама поддерживала свой балок в удовлетворительном виде. Но сейчас, находясь в этом беспомощном состоянии, сделать это уже не может. Одна надежда на дочку, которая вместе со своими двумя малолетними детьми приехала сюда, чтобы ухаживать за больной матерью. Людмила Васильевна говорит, что если бы не эта болезнь, она бы еще жила и жила в этом балке. И терпеливо ожидала своей очереди на переселение. Проблемы. Я тут живу уже в балке 30 лет. И жилю не дают. Не расстраивайтесь. Не надо расстраиваться. А вы куда-то обращались? Конечно. Куда обращались? Трех мэров у нас было. Трем мэром обращалась. Все обещали. Мне сказали, что вы стоите в очереди, да? То есть у вас есть какая-то очередь официальная? Да, 41-я очередь. На получение жилья, да? По переселению, да? Не то, что получение. Они как-то типа или деньгами дадут. По переселению или как-то вот. Или этот, шильев эти, или это какой-нибудь. Но они мне предлагали вот то зимой жилье вторичное, 9 квадратов комнату. Это что там в комнате, это буду делать? Штелла. Более 30 лет, с 1984 года проработала Людмила на нашей почте. Работала и почтальоном, и в отделе доставки. Сотрудники почты навещают свою коллегу очень часто. Ведь и слова плохого об этом человеке сказать не могут. Ну что, по характеру спокойная, доброжелательная. Очень добросовестная, очень добросовестная. Когда она даже вот в начале декабря поехала в Улан-Дея первый раз на МРТ, я говорю, ты ведь ненадолго, мы ей сразу, ну там туда и назад. Она говорит, ну надеюсь, да. А получилось так, что она уже не вышла на работу. Она, как если на первое время еще жила где-то отдельно, а потом уже пыталась встать, мы думали, она пойдет, она будет ходить. Там вот до этой кухоньки, там 2 метра, да, буквально, она еще почти доходила. А потом упала и все, и опять. И уже не может ходить. И на ночь ее же не оставишь. Вот так вот что-то случится, если печка топится зимой. Вот она еще зимой же здесь была. Печку топили. Еще, говорю, да ты одна ночью, она говорит, а с кем? Я так еще, думаю, ужаснула. Думаю, что-то случится, загорится, и все же, да. Добрая, честная, работящая женщина до самого последнего дня работала вместе с ними, пока страшная болезнь работать дальше не позволила. Вот так и живет теперь Людмила Васильевна. Весь ее мир – это кровать и телевизор. Можно было бы хоть как-то передвигаться на инвалидной коляске, но не позволяет размеры ее жилища. Ни в один проем коляска не поместится. Да и коляски тоже нет. Ну, одна сейчас дочка. А куда я одна? Не ходить, не сесть, не встать. Вы сами себя не можете, да? Ой, простите. Зарезает. А дочка постоянно с вами проживает? А? Дочка с вами постоянно проживает? Да, я с 84-го года. Как перешла, у меня дочка тут родилась, и дочка уже 31-го года. Все жили, а нет, нет жили. Хотела тут приватизировать эту зелью. Ну как, не приватизировать, а в аренду взять просила. Не дали. Я говорю, хоть платить буду за это. Они же могут сказать, что я незаконно только живу. В аренду просила. Заявление все написала. Нет, еще в Ремки-то границы свои не установил. Ну как, не установилась, у нее забор. Не дали. Тогда еще здоровая была. Бегала еще и работала. Опасаясь за жизнь своих внучат и дочери, ведь печки уж столько лет, лишний раз не топят, боятся развалиться. Проводка вся старая и ненадежная. Зимой ветер гуляет по комнатам. Людмила Ковыляева обращается к городским властям. Помогите, посодействуйте. Когда здоровый, то как-то не надо ничего. Отмахиваешься. Пришел, мы сказали, ну нет, подождите. Вот я ждала. Ну по вопросу обеспечения жильем Ковыляевой и Людмилой Васильевны мы можем пояснить следующее. Балки и вагоны, которые у нас граждане проживали и были зарегистрированы до 1 января 1990 года, были включены в очередность расселения по городу Северобайкальск. В очередности расселения жилое помещение по первопроходцев 10Г включено за номером 59. На 2018 год были выделены денежные средства. Мы объявили торги в соответствии с 44-м федеральным законом. Торги по ее помещению мы несколько раз объявляли. В мае месяце, в июне месяце, в июле месяце мы еще продляли. И вот последнее у нас закончилось рассмотрение заявок 30 июля. К сожалению, на ее площадь 36,6 никто не вышел. Поэтому здесь мы, единственное, можем порекомендовать, наверное, выбрать все-таки способ переселения другой. Потому что по заявлению самой заявительницы Людмилы Васильевны, она выбрала способ переселения путем предоставления жилого помещения в городе Севербайкальске. Но так как никто не вышел, мы можем предложить вариант предоставления социальной выплаты путем приобретения жилого помещения в другом муниципальном образовании. Денежные средства есть. Если они поживают, то мы можем выдать жилищный сертификат на приобретение жилья. Вот вопрос только таким образом. Можно помочь. А вот это социальная выплата? Социальная выплата – это граждане получают у нас жилищный сертификат, который действует у нас в течение 9 месяцев. Гражданин может подобрать себе жилье по договору купли-продажи. То есть самостоятельно. Но не в городе Севербайкальске, а в другом муниципальном образовании. В Нижнеангарске? Да, в Нижнеангарске, в Байкальском, в городе Улан-Удэ, пригороды, по республике Бурятия действуют эти жилищные сертификаты. То есть из суммы выплатится денежная? Да, денежная сумма, жилищный сертификат, он как бы сдается в банк, открываются блокированные счета, мы переводим туда денежные средства. Денежные средства будут лежать на блокированных спецсчетах. А там какая-то определенная сумма выдаются? Да, определенная сумма по цене у нее за метр квадратный 35347. За метр квадратный. То есть цена установленная. Это точно получается миллион. Сейчас даже могу сказать. 36,6 умножаем на 25347. Получается миллион 293,700. Миллион 300. Да, грубо говоря. Под Улан-Удэ в принципе можно и дом купить за эти деньги. Может быть где-то здесь, в Нижнеангарске, в Кичере, в Займке, тоже в Байкальском. То есть как бы здесь. Это нужно рассматривать варианты. 6 июля в Севербайкальске отметили День молодежи. Должен же рассматривать хоть кто-то скоро на свет. Выхода нет. Ключ в парень мне и полетели. Нужно вписать в чью-то тетрадь. Кровью как в метрах полетели. Традиционно на площади состоялся праздничный концерт, где исполнители разных направлений на протяжении нескольких часов радовали горожан всех возрастов своими песнями и танцевальными номерами. Тысячи страниц, а тебе имя растопил камин. Мое сердце камень, но выкровит гранит. А твоя ошибка, меня не исправить, легче устранить. Забудь меня на нашем необитаемом острове. Подарите мамы сынаем гитарой. Пусть своей дорогой чадушка пройдет. С особым восторгом молодежь слушала хиты прошлых лет, которые десятилетиями не утрачивают свою популярность. Музыка нас связала, тайною нашей стала, Всем уговором держу я вверх, нас не разлучат вверх. Музыка нас связала, тайною нашей стала, Всем уговором держу я вверх, нас не разлучат вверх. Всем уговором спешу я во дверь, Нас не разлучат, нет. Ты меня не ищи, Я страдать и плакать не буду, Просто все уходи, Скоро я тебя позову. Ты меня не ищи, Я страдать и плакать не буду, Просто все уходи, Скоро я тебя позову. Завершилось мероприятие дискотека и праздничным салютом. Дорогая молодежь нашего города, поздравляю вас с этим. Долгожданным праздником, который переносили, переносили. Вот мы дождались. Поздравляем всех с Днем Молодежи, правда, честно. Чего желаете? Желаем успехов, успехов, вообще, процветания. Процветания молодежи, да, ну и вообще, чтобы... Чтобы развлечений больше было, больше праздников было, Чтобы было чем заняться. С праздником вас, тем больше. Поздравляю молодежь нашего города с праздником, Всем хорошего настроения. На этом у нас все. Смотрите все выпуски программы «События недели» на канале YouTube, в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники», а также на сайте компании «Ранет». Мы увидимся на следующей неделе. Берегите себя и оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова